РАДИО ЗВЕЗДА Артур Конан Дойль Рассказ «Одинокая велосипедистка» Читает Игорь Старосельцев После дождливой ночи наступило прекрасное утро. Пустошь, покрытая пёстрыми цветами, ласкала наши взоры, утомлённые грязными лондонскими улицами и серыми домами. Мы бодро шагали по широкой песчаной дороге, вдыхая свежий утренний воздух и наслаждались пением птиц и ароматом весны. С одного холма мы увидели запущенный замок, возвышавшийся над старыми дубами, которые, несмотря на свой почтенный возраст, всё же были моложе самого здания. Холмс показал на дорогу, извивавшуюся между бурой пустошью и зелёным лесом. Совсем далеко мы заметили тёмное пятно. Это был экипаж, ехавший по направлению к нам. Холмс был очень недоволен. «Я хотел приехать получасом раньше, чем она», — воскликнул он. «Если это её экипаж, то значит она решила выехать более ранним поездом. Боюсь, Ватсон, что она проедет мимо Чарлингтона раньше, чем там будем мы». Спустившись с холма, мы уже не могли видеть экипажа. Мы ускорили шаги, так что мои ноги, привыкшие к сидячему образу жизни, запротестовали, и я стал отставать. Холмс же продолжал идти с прежней скоростью, как вдруг, опередив меня приблизительно на сто метров, он остановился и с отчаянием поднял руки. В эту минуту из-за поворота показался пустой экипаж, быстро катившийся нам навстречу. Лошадь скакала галопом, вожжи тащились по земле. «Поздно, Ватсон! Слишком поздно!» — крикнул Холмс, когда я, задыхаясь, подбежал к нему. «Какой я осёл, что не подумал о предыдущем поезде!» «Это похищение, Ватсон! Безусловно, похищение!» «Или убийство! Бог знает что!» «Загородите дорогу! Остановите лошадь, хорошо?» «Садитесь скорее! Посмотрим, смогу ли я ещё исправить результаты собственной глупости!» Когда мы вскочили в экипаж, Холмс повернул лошадь, ударил её хлыстом, и мы понеслись назад. Когда мы повернули за угол, я ухватил Холмса за руку. «Вот он!» — крикнул я. Одинокий велосипедист ехал нам навстречу. Голова его была опущена, а спина изогнута, как будто он изо всех сил нажимал на педали. Он мчался, как на гонках. Заметив нас на сравнительно близком расстоянии, он соскочил с велосипеда и остановился на месте. Чёрная, как смоль, борода представляла собой странный контраст с мертвенной бледностью лица, а его глаза горели лихорадочным огнём. Он пристально смотрел то на нас, то на экипаж. Вдруг на его лице появилось выражение крайнего изумления. «Эй, кто там? Стой!» — воскликнул он, преграждая нам путь велосипедом. «Откуда у вас этот экипаж? Остановитесь!» — крикнул он, выхватив револьвер. «Остановитесь!» — не то, клянусь честью, я застрелю лошадь! Холм сбросил вожжи мне на колени и соскочил. «Вас-то мы ищем! Где мисс Виолетта Смит?» — прямо и спокойно спросил он. «Это я у вас спрашиваю! Вы в её экипаже и должны знать, где она!» Экипаж попался нам на дороге, в нём никого не было. Мы поехали назад, чтобы оказать помощь молодой девушке. «Боже милосердный! Что же мне делать?» — вскричал в страшном отчаянии незнакомец. «Они её похитили! Проклятый Вудлей и негодяй-священник! Идите! Идите скорее за мной, если вы действительно её друг! Помогите мне, мы спасём её, даже если это будет стоить мне жизни!» Он бросился, как безумный, с револьвером в руке через один из проходов в живой изгороди. Холмс побежал вслед за ним, а я за Холмсом, оставив лошадь, которая щипала траву у дороги. «Вот здесь они прошли!» — сказал мой друг, указывая на многочисленные следы на влажной тропинке. «Эй! Стойте! Кто-то лежит там в кустах!» Это был парень лет семнадцати в костюме конюха, в кожаных штанах и штиблетах. Он лежал на спине, согнув колени, с открытой раной на голове. Я осмотрел рану и нашёл, что кости не повреждены. «Это мой конюх, Питер!» — воскликнул незнакомец. «Он вёз её на станцию. Негодяи сбросили его с козел и ранили. Оставим его здесь, ему мы всё равно сейчас не можем помочь, но, быть может, нам удастся спасти её от самого худшего, что только может случиться с женщиной. Мы пустились бегом вдоль лесной тропинки и достигли уже кустарника перед домом, когда Холмс резко остановился. А они не пошли в дом. Вот их следы налево, вдоль кустов. Я так и думал». В эту минуту из-за густого зелёного кустарника напротив нас раздались пронзительные женские крики, крики бешенства и ужаса. Вдруг крик смолк и сменился захлёбывающимся хрипом, как будто от удушения. «Сюда, сюда!» крикнул нам незнакомец. «Они в той аллее!» Он бросился через кусты. «О, трусливые собаки! За мной, господа, за мной! Поздно! Слишком поздно! О, господи!» Мы неожиданно очутились на красивой зелёной лужайке, окаймлённой старыми деревьями. На противоположном конце её, под мощным дубом, мы заметили странную группу из трёх человек. Женщину, едва державшуюся на ногах, почти без чувств. Её рот был завязан носовым платком. Напротив неё стоял молодой человек с жестоким лицом и рыжими усами. Широко расставив ноги и подбоченившись, он с торжествующим видом размахивал хлыстом. Между ними находился пожилой господин с седой бородой в тёмной сутане поверх светлого летнего костюма. Он, по-видимому, только что окончил обряд венчания, потому что, когда мы появились, он как раз закрыл молитвенник и, похлопывая новобрачного по плечу, с весёлым видом поздравлял его. — Они обвенчаны! — вскрикнул я. — Идите! — кричал наш проводник. — Идите же скорее! Он побежал по лужайке, а за ним Холмс и я. Когда мы приблизились, мисс Виолетта пошатнулась и оперлась о дерево, чтобы не упасть. Бывший священник насмешливо поклонился, а Вудлей с торжествующим видом пошёл нам навстречу. — Ты можешь снять бороду, Боб, — обратился он к нашему союзнику. Я тебя хорошо знаю. — Ну-с, ты пришёл со своими приятелями как раз вовремя. Позвольте вам представить мисс Вудлей. Наш проводник сорвал накладную бороду и бросил её на землю. Мы увидели длинное, бледное, гладко выбритое лицо. Потом он поднял револьвер и направил его на молодого негодяя, который шёл к нему, грозно размахивая хлыстом. — Да, — сказал он, — я, Боб Карюцер, и спасу эту женщину, даже если попаду за это на виселицу. Я тебя предупреждал, что я сделаю, если ты прибегнешь к насилию и, клянусь Богом, сдержу своё слово. Ты опоздал, она моя жена. Нет, твоя вдова. Мы читали рассказ Артура Конана Дойля «Одинокая велосипедистка». Радиозвезда